От массовых отселений и масштабных охотных мероприемств до одорожения и устойливых развития. За маль 30 годов, которые прошли после чернобыльской катастрофы, на Гомичне проведена великая работа по ликвидации наступствов. Разум с тем, сказать, что сделано все по кульнингам, уречься огольные экономичные страты Беларуси от катастрофы складят 235 миллиардов долларов. Компенсовать такие сродки совсем не просто. За послеаварийный период реализованы четыре державные чернобыльской программы, зараз подрахтована пятая. Ее задача – максимально снизить риски для здоровья населенства и створить умовы для устойливых развития потерпелых регионов. Здесь уже местные органы власти определяют приоритеты, то есть основные направления для создания рабочих мест, создания каких-то производств, для поднятия экономики этих районов. Здесь уже на усмотрение в основном местных органов власти. Что от Ильцахомская в области, то тут у наступных пять годов упор будет взроблен на науково-обрунтованную специализацию сельскохозяйственных предприятий, развитие транспортной инфраструктуры и модернизацию иснующих промысловых в творчестве. Мы понимаем, что ограниченные ресурсы финансовые, то мы нацелимся на то, чтобы расширить то производство, которое имеется, то есть путем приобретения новейшего современного оборудования на тех же самых площадях, что позволит нам увеличить объемы производства и, естественно, заработную вкладу для работников, которые там работают на этих предприятиях. Межты, мудельники круглого стола, попытаниях устойливых развития потерпелых районов погоджаются. Только уластными силами передулить наступство Беларуси будет не просто. А тому великие надеи на международное супрацовненство под эгидой Организации Объединенных Наций, сярода почних пропанов нашей краины, обвешение периода с 2016 по 2026 годы, десятигодем инвестиций у потерпелых районов с проведением масштабного инвестфорума, плюс допомога у реализации местовых инициатив. Зараз ААН и Евросоюз презентовали новый проект по потребности пропанов местового населения. Правда, потребования до их изменяются. Мы сосредотачиваемся на идеях, которые амбициозны, инновационны, которые можно сделать один раз, а потом распространить как опыт на всю страну. И мы ищем только такие идеи. Как говорится, будущее среди нас, но оно только не распределено. Мы ищем идеи для будущего. Мероприемства, которые проходят в рамках святкования 70-х годов Организации Объединенных Наций, позволяют не только проанализовать достигнутые успехи, а и распространять планы на будущее. Под час находжения у Гомеля техника ААН в область официально долучается до Декларации прихильности до мытов Устольевого Развития. Положения этого документа будут уличены в дальнейшей совместной работе Беларуси и Организации Объединенных Наций. У программы Устольевого Развития Организации Объединенных Наций для каждой краины своя задача, свой уклад в этот процесс уносит и Гомельская область. Ликвидация наступствий Чарнобыльской катастрофы, поляпшение экологичной ситуации, борьба с нелегальной миграцией, допомога беженцам – это только некоторые, но и керунки, которые наш регион может отличить для себя приоритетными. Аликсин Чороу, Благодаря Кипанько, Телерадо Компания Гомель.